26 февраля на заседании до Окупинской городской думы депутаты рассмотрели вопрос о реорганизации детского дошкольного учреждения номер 6 на Гриве. Возник он в прошлом году и для его решения была создана рабочая группа. У самоуправления было несколько поводов обратиться к проблеме. Дело в том, что садик находится на частной земле, поэтому администрация города не вправе по своему усмотрению производить какие-либо действия, проводить реновацию здания или возводить пристройку. А потребность в этом есть и довольно острая. В двух группах числится 42 ребенка, а посещают немногим более 30. Из-за небольшого количества детей содержание одного малыша обходится в сумму около 300 евро в месяц. Это в несколько раз дороже, чем в других дошкольных учреждениях. При этом помещения не соответствуют необходимым требованиям. Вход занят шкафами, мойка в коридоре, комнаты проходные, зал служат и спальной, и игровой. Отсутствие надлежащих условий признают и родственники детей. Помещение нужно для и спальни, для игровая должна быть где-то отдельно, и туалеты здесь должны быть все-таки по современию уже. Чтобы улучшить ситуацию, было предложено перевести детсад в шестую среднюю школу имени Яниса Райниса. Еще в апреле 2014 директор школы Лариса Кожевникова говорила, что может принять детей и разместить их на первом этаже здания с отдельным входом. Они будут обеспечены двумя помещениями – игровой и спальней. Как пример, у нас уже есть такой комплекс для группы пяти-шестилеток. У них тоже есть игровая, у них есть спальня, у них есть отдельный туалет. Воспитанники детсада смогут пользоваться всей инфраструктурой школы, включая спортивные актовые залы, филиал Лангальской центральной библиотеки, игровые площадки и спорткомплекс. Сегодня наибольшее беспокойство родителей вызывает безопасность детей. В сквере перед школой на берегу Лауцеса гулять небезопасно, а школьные звонки будут мешать спать в тихий час. Однако директор школы не видит повода для волнений. Для прогулок отведено другое место, и звонки не станут помехой. Дети будут гулять только на территории школы, она обнесена забором, там будет все в порядке и безопасно. На той территории, где будет расположен детский сад, звонка не будет вообще. На том этаже звонок звенеть не будет, а значит не будет мешать детям спать. Я думаю, эти вопросы будут решены, поскольку мы тесно сотрудничаем с 6-й средней школой, в частности с Ларисой Юрьевной. Мы уже многие вопросы обсуждали, помещения осматривали, площадки осматривали. В будущем месяце планируем провести день открытых дверей в школе вместе с нашими родителями. С переводом детсада будет достигнута главная цель – улучшить учебно-воспитательный процесс, от чего выиграют все его участники. Родители тоже верят, что в школе их детям будут созданы комфортные условия. Хорошие, надеюсь. Все, я думаю, за детьми там и присмотрят, и все. Я думаю, плохого там ничего не будет. Педагогический персонал переходит работать в школу, технический персонал частично тоже. Частично уже решается вопрос с теми людьми, которым будет необходимо трудоустройство. На сегодня мы видим, что трудоустроить будет необходимо только три человека. И я уверена, что в своей большой системе мы найдем возможность предложить этим людям работу в других детских садах. Городское самоуправление местных жителей просит помощи в решении еще одной важной для них проблемы – привести в порядок небольшой участок дороги по улицам Селлес и Айвекстас. Для многих это самый короткий и безопасный путь в школу. Но пройти по этим улицам, особенно в Распутицу, практически невозможно. Руководители города готовы всесторонне изучить ситуацию. А на заседании депутаты утвердили решение о переводе шестого детсада в шестую среднюю школу. Сделать это планируется к первому сентября текущего года. Многое будет зависеть от сроков выполнения строительных работ. Ремонт школьных помещений обойдется в сумму около 200 тысяч евро.